Начнем выпуск с основных тем к этому часу. ЕГЭ по профильной математике написали более трех тысяч дагестанских выпускников. К слову, это один из самых популярных экзаменов. В республике работало 45 пунктов проведения ЕГЭ. За процессом следили общественные наблюдатели и видеокамеры. Экзаменационный лист состоял из двух частей и 19 заданий. Помимо ручки можно было пользоваться только линейкой, конечно, без какой-либо справочной информации. Итак, в одной из махачкалинских школ, где сдавали единый госэкзамен, побывала наш корреспондент Анжела Гасанова. После 10 утра перед воротами 39 лицея стоит мужчина. Это Магомед Цейпулаев. Его сын сдает единый государственный экзамен по профильной математике. Родитель спокоен, но таких стойких, как он, здесь не так много. Ждать детей придется 3 часа 55 минут. Именно столько времени дается на то, чтобы решить 19 заданий. Я сказал, чтобы не переживал, потому что это же не судный день, чтобы переживать. Это просто экзамен, который не самый страшный. Просто надо сесть, написать ответы и, в принципе, там же ничего сложного нет. Сын Магомеда собирается поступать на инженерно-экономический факультет. Более трех тысяч ребят по всему региону, сдающих экзамен вместе с ним, скорее всего, тоже свяжут свою жизнь с техническими специальностями. ЕГЭ по профильной математике не каждому под силу. Ближе к финалу напряжение за воротами нарастает. И Мана Сайдиева – одна из тех, кто сдал работу быстрее большинства учеников. Это не простая математика. И, как они говорят, то, что при помощи обычных школьных знаний к ней подготовиться непросто. А самое сложное личное для меня здание – это 18-е. Там параметры, график, и то, что я не очень люблю. Спустя почти четыре часа школьники покидают здание. На лицах их читается. Самое сложное испытание пройдено. И это уже большая победа. Одноклассники-сопровождающие во дворе волнуются за тех, кто еще продолжает писать. И делятся впечатлениями друг с другом. Наблюдатели рассказывают, что экзамен проходит максимально честно. За учениками следят видеокамеры, в шпаргалке не посмотреть. А телефоны забрали еще на входе в лицей. Единственная надежда – найти подсказку по дороге в уборную. То есть спросить решения у своих одноклассников. Но и тут наблюдателей не обманешь. В самом деле находилось человек пять. И еще несколько были в очереди. Еще пара ребят была в очереди. И потом, бац, кто-то залетает. Начинается суета. Было два-три проверяющих, которые ходили еще по кабинетам, заходили. Мало того, что в кабинет захочут, еще в туалет заходят. Большинство выпускных экзаменов еще впереди. Результаты по профильной математике станут известны не позднее 23 июня. Анжела Гасанова, Махарбека Мариев, Ибрагим Магомедов и Рамазан Амаров. Время новостей.